Всем доброго времени суток! У нас очередная прогулка и на пути вот такой вот магазин с национальными атрибутами предназначенными для ночи хны Это перед свадьбой как девичник назвать или же ну вот как-то так характеризовать можно это же всякие подушечки, украшения на которые кладется хна там какие-то еще на ручки, на ножки надеваются красивые украшения невеста вся в красном бывает в общем это красивое, яркое мероприятие зрелище а здесь Новый год продолжается на самом деле Турция использует вот эту вот мишуру которую мы используем один день в году то есть это также используется для украшения, для праздников хоть на день рождения мишуру можно украсить помещение хоть там на свадьбу опять-таки и на другие торжества сейчас зайдем внутрь магазина искусственные цветы как обычно между прочим очень красивые выглядят как настоящие ну да все для праздников для дней рождений отдельно для девчонок отдельно для мальчишек и посуды и украшения ой 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 даже цены есть и как всегда любят в Турции этаж вниз этаж вверх ну не-не я туда не пойду ой шарики какие разные-разные по три лиры ну вот вся красота для ночи хны и это достаточно дорогое удовольствие денежки которыми посыпают будущих молодоженов достаточно натурально выглядят опять искусственная красота а можно и для творчества использовать вон какие гроздья ягодки да, да это для творчества магазин я так понимаю красота даже кусок кожи продается ну не кусок а целиком не знаю что это корова или не корова о какой движущийся агрегат забрели на чудесный магазин с игрушками цены тут оптовые в розницу тоже можно ну вот как всегда нет цен а вот руль мы хотели что-то мы своему купили но посмотреть купили куча мозаик игр ой ребятячий рай посмотрите какие люстры красивые в Вайкике что-то я никогда не замечала такой мягкий свет очень мне понравились как будто из сетки как вам такие модные кофточки я конечно знаю что шиворот на выворот но что-то как-то вначале я правда подумала ну неправильно повесили ой оказывается правильно мода такая сарафан такой из плотной джинсы это в H&M жилеточки джинсовые 220 лир хорошенькие шерстяные сарафанчики ну вязаные я искренне не понимаю когда их надевать не то что в Турции а даже в России ну или это как верхний слой какой-нибудь ковтейки ну не знаю сказала нет сколько стоит так сколько а 300 лир боже какая моднявость в катоне но это не костюм это отдельно и так брюки 230 лир а вот этот вот топик 80 лир стоит ну такая моднявость клеши ой-ой-ой на скетчерсе заглядываюсь 25% скидка так 715 лир так и вот такие а здесь 770 лир легкие ну посмотрим с меховой отделкой такие смешные ха-ха и вот такие тоже меховушки а кстати цена вопроса 890 посмотрите пола какая ветровка или как это назвать 1200 стоит хлопковая конечно ну и вот вся в дырочку и с капюшончиком ну очаровательно будете в Турции обязательно зайдите в отдел пола и пусть вам повезет со скидками очень любим этот отдел зашли в доремот ну он как бы не люксовым вроде магазинчиком считается ну вот тканевые кроссы какие-то 700 лир как-то я неприятно удивлена а вот такие туфли 370 лир вот мужские куртки ну трогали трогали решили что кожа со скидкой в общем 2000 лир стоит сейчас ну неплохая хотя в доремоте много не кожаных изделий ну это вроде кожа в общем мы все выяснили тут еще существуют консультанты которые так же хорошо говорят по-русски как я на турецком поэтому это кожаные все изделия и на вторую даже еще 50% скидка ну вот такие цены 2 200 вот такой пинжак с карманами мужской шикарненькие вещи и такая крутеечка прям до ремонт ну ладно извиняюсь что я как-то нелицеприятно возможно подумала о нем понравились ну это тканюшка понравились нам изделия а какие малютки малышки ну-ка о чем малышня то малышня ого малышня почти 500 лир вот такая малышня вот такие сумчушки а это женские меховушки две с половиной ну маленькие размеры XL массажные услуги прямо в торговом центре а я забыла сказать что в маркантале гуляем красиво с эскалатор спускаться какие забавные футболки всякие разные по 40 лир тут написано даже 29-99 но это тех что наверху забыла какой магазин мы зашли вот на этой верхней полке считай по 30 лир футболки но они неплохие вот такого тонкого трикотажа очень приятные обалденный магазин тоже достаточно приятная футболка и не длинная я люблю когда не сильно длинные 50 лир 49 а вот хлопковый костюмчик ковтейка и шортики однотонные 149 лир стоит отличный вообще он и розовый и голубой выбирай себе любой куча вот таких укороченных футболок ну 30-29 в общем 40 лир всякие разные отличненько веселенько а это 59 потом когда выйду из отдела покажу как он назывался что-то я это 70 лир а вот просто футболочки такие однотонные вареные 60 лир вот такие вязаные ковтейки по 29 лир с крылышками достаточно приятненькие какие-то сеточки 50 лир здесь хлопковые рубахи 100 лир почти без одной курушей хлопковые рубахи и на них вышивка листочек прямо приятненькие очень на ощупь тактильно все нет это не очень а вот предыдущая заслуживает внимания куртейки 170 лир с капюшоном это не отстегивается так имитация декорчик жилетки укороченные тоже всех цветов 120 лир а еще есть вот такие модные футболочки вот с этими подплечниками 40 ну 50 лир в общем цена вопроса и розового цвета но она однотонная без рисунка и белые однотонные есть ой даже 30 лир всего лишь стоит даже есть футболки 19-99 вот такие хлопковые ну король лев изображен ну обычные футболки да футболки зато хлопак нашла футболочку все как я люблю с бусиками но она не с бусиками а с такими финтифлюшечками 30 лир стоит хлопак вот так лучше видать все сверкается в гости ну все как я люблю а главное хлопок нашла еще один свой любимый магазинчик будет вот в каком магазине я была вот так он называется находится возле манго теперь у меня есть футболочка с этого магазина буду теперь заглядывать вот с эскалатора сразу прямо в этот магазин сколько много чудняков о что-то вещает и как-то он вот какой что говорит не знаем но что для нами интересное в общем у нас новый год продолжается ой и даже есть елка понятно а еще мы идем муж идет ворчить в каких-то трущобах шагаем домой с маркантали ну да вот такими улочками переулочками вот так оказывается бывает в центре города вот так же дом стоит жители которого не согласились продать свой участок чтобы выстроили большой дом и поэтому это выглядит вот так подъезд в этой квартире уже никто не живет и там по всей видимости тоже но с другой стороны живут здесь тоже окна прямо на уровне асфальта здесь вот вырос новый дом а еще мы видели между домов прямо я даже не знаю как охарактеризовать как его туда вообще втиснули просто одну сторону от одного дома другой бок от другого дома и вот втиснули между ними дом строят если сейчас попадется увижу его то покажу конечно же вот 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 подходим мы к этому строению один жилой дом другой и между ними еще вырос мне прям жалко этих людей что вот стройка идет и они тут живут что шум там какой-то утеплитель проложили между или не утеплитель чтобы изолировать стены а здесь а здесь пока еще щель между стенами ну вот так как-то так ну вот бонус прогулки по этим катакомбам буеракам купили вот такую минералку там оптовый магазин в общем это мы купили упаковочку минералка со вкусом ну как вы понимаете арбуза и земляники виктория в общем что-то в этом духе так вот эта упаковка 6 бутылочек стоит 10.75 ну в магазинах чуть подороже ну вот немного цены на бензин 180 рублей муж говорит на рублей лира потому что 10 рублей а ты же говорила что 8 ну в общем курс лиры можете увидеть в интернете ну вот был 6 сейчас 10 ну вот так еще один бонус жизни в Турции при отсутствии машины сплошная экономия вот здесь вот строится новый дом и нам очень нравится и место и вот пока мы конечно видим качество котлована но котлован я не знаю сколько метров очень глубокий ну и вот фотография будущего объекта тут возможно будет я поняла так несколько зданий очень достойно вот я заглянула в щелочку ой котлован очень глубокий вот как выглядит начало строительства ну и несколько домов здесь будет господи вот зафиксировала по-человечески наша прогулка подошла к концу спасибо что прогулялись с нами не забывайте оставлять ваши отзывы ставить лайки подписывайтесь до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...